Церковь Русская, красуйся, великуй! Север, о жаду твоя, пресловно вычлют, во славе пресса я радующеся. Север, о жаду твоя, пресловно вычлют, во славе пресса я радующе. Ты с внутренним трепетом и благоговением будешь вспоминать всю свою жизнь. В свершившейся хератонии ты можешь узреть прямое выражение воли Божией, призвавшей тебя через решение священно-началия к высшему церковному служению в сане епископа. Промыслитель поручил тебе это делание, дабы ты, проповедуя Евангелие, прилагал спасаемых к церкви, утверждал народ в вере православной и наставлял его в праведности. Благодать и епископство – один из величайших даров Духа Святаго, данных Небесным Отцом Апостолом, а через них и всей Церкви Христовой. Осознавая ответственность, предлежащего тебе поприще, и выходя на свидетельство о распятом и воскресшем Господе, всегда памятуя о том, что в первую очередь тебе самому следует являть образец действительного исполнения Слов Спасителя, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Помни, что лучшая проповедь Евангелия – это проповедь собственной жизнью, жизнью праведной, благочестивой, богобоязненной, исполненной горячей и деятельной любовью ко Христу и ближним, тогда как длинные и приукрашенные речи учителей часто остаются без результата. Добрые дела любви говорят громче самых красивых слов и способны пробудить в людях искреннее доверение, желание подражать и следовать за таким человеком, как учит нас святитель Григорий Низкий. Приняв жребие архиерейства и укрепившись благодатью Святаго Духа, неиспосланного тебе в Хератонии, ты направляешься на епископскую кафедру, в Мичуринскую и Маршанскую епархию. Епархия – это новообразованная, но церковно-приходская жизнь на ее территории развивалась и ранее. Заботами митрополита Феодосия немало удалось сделать для возрождения и благоустроения храмов и обителей на этой земле. Тебе предстоит не только войти в труды Преосвященного Владыки, но и продолжить и приумножить их. Восстановление старых и строительство новых храмов – дело, несомненно, благое и важное, но важнее созидание каменных стен, созидание душ человеческих, воспитывать сердца людей в вере в Бога и в любви, в Его заповедях – вот главная задача епископа. Сие надлежит делать и того не оставлять. По Слову Божию. По принятии благодати архиерейства ты призываешься подобно апостолам нести евангельскую весть миру. Апостолы жили и свидетельствовали о Христе в языческом окружении, боролись с идолопоклонством, с различными суевериями, с безнравственностью. Несомненно, реалии современной жизни внешне выглядят иными, нежели во времена апостольские. Внутреннее же содержание жизни людей зачастую немногим отличается от настроений, господствовавших в человеческих умах и сердцах в эпоху, когда проходила проповедь учеников Господа. А иногда, в целом ряде ситуаций, эта жизнь людей еще более опасна. С точки зрения спасения, чем жизнь древних язычников. За четверть века, прошедшую со времени возрождения церковной жизни в нашей стране, из руин были восстановлены многие дома и обители Божии. Началась активная деятельность в социальной информационной сферах, в области образования и молодежной работы. Но вместе с тем немало наших соотечественников, несмотря на свою формальную принадлежность к православию, ведут образ жизни, весьма далекий от евангельских идеалов. Сегодня вместо рукотворных идолов языческого прошлого заняли новые кумиры – деньги, успех, комфорт, плотские удовольствия. Так мало этих идолов. Их можно на одной руке, по пальцам пересчитать. Но насколько же притягательны эти идолы? Насколько они опасны для человеческой жизни и спасения? Многие люди находятся в плену также ложных идей и суеверий, занимаются различными оккультными практиками, ищут истину на стороне чужой, а то и вовсе заявляют о своем совершенном равнодушии к жизни духовной, а иногда, что отмечается последними годами, заявляют о своей активной, антирелигиозной, безбожной позиции, о готовности бороться с Богом и с Церковью. Посему возвышай свой голос Самвона, а также, используя все имеющиеся в своем распоряжении информационные возможности, непрестанно призывай свою пасту хранить православную веру, оставаться верными Богу и Его заповедям, ценностям, которые проистекают из Евангелия, неустанно напоминая о том, что вне Церкви, по слову святителя Киприана Карфагенского, нет спасения. Возвещая людям Евангелие Христово, не забывай никогда о том, что инвалиды, престарелые, сироты, обремененные различными скорбями люди, также составляют твою паству. Может быть, это самая драгоценная часть твоей паства. Посему прилагай усилия для системной организации социального служения в порученном твоему попечению церковному деле. Привлекай к ратьботе снуждающимся молодое поколение. Юношеству важно ощущать свою востребованность, чувствовать, что Церковь доверяет им ответственное и нужное служение. Стремись к выстраиванию добрых отношений с местной властью, общественными институтами и вообще всеми благомеренными людьми, независимо, кстати, от их национальности, от политических и от религиозных убеждений, храня в своем сердце завет апостола, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Пусть памятны будут для тебя слова одного из древних христианских подвижников, преподобного Исаия, отшельника, который сказал, где нет мира с ближними, там нет и Бога. Среди бушующих волн мира и треволнений житейских никогда не оставляй молитвы. Только через благоговейное предстояние Богу, принесение бескровной жертвы, ты способен обрести силы, потребные для прохождения нелегкого поприща архиерейского служения. Епископское делание тяжело и ответственно, и совершить его, надеясь лишь на себя, невозможно, но ты возложи свое упование на Господу, который припоясует тебя силою и устроит верный путь, и тогда сможешь вместе с апостолом Павлом радостно свидетельствовать, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Выслушав же сие наставления, приими в свои руки жезл архипастерский, и добудет он тебе жезлом спасения. А теперь благослови стоящий здесь народ Божий, усердно молившийся за литургии, о даровании тебе непорочного архиерейства. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok